МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школы, Центр детского творчества и ДЮС США. Всего в первую смену в летних лагерях отдохнут более 400 человек. Все детали у Екатерины Танких. Мы теперь уже большие в детский сад вам не ходить. И хотите попрощаться в детский сад, ой, в первоклассность проводить. Эти ребята в стенах школы в первый раз хвастают перед воспитателями лагеря, как много стихов они уже знают. Будущие первоклассники признаются, что мечтают о школе давно. Площадка для них лишь повод увидеть, как здесь все устроено. Мне столовая понравилась. Мне все понравилось. Ну что, я не знаю. Где вы сегодня уже занимались, что нравится. Физкультура. Физкультура. Мы занимались. Физкультура – это не единственное, чем займутся дети в лагере. В планах посещение кинотеатра, поход в театр, спортивные соревнования и даже зоопарк. Вторая школа придумала в этом году отдых совместить с изучением истории. Ну и, конечно, мероприятия, связанные с 90-летием пионерской организации, с войной 12-го года, с казачьим движением. И в основном все мероприятия будут подчинены исторической теме. Вот такая вот линия будет в этом году. Вторая школа в этом году на площадку приняла больше всех детей. Здесь оздоровятся 200 человек. Всего в первую смену на городских площадках отдохнут порядка 500 детей. Первая смена продлится до 29 июня. Уже в начале июля часть лагерей откроют вторую смену. Екатерина Танких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. У Заречен создали нервы, и он взял в руки бензопилом. Жертвами разъяренного мужчины стали несколько скамеек на заднем дворе Ленинградской 31. На такой поступок его побудили нетрезвые компании, отдыхающие здесь каждый вечер. Этот инцидент произошел 4 июня в районе 11 часов вечером. По словам очевидцев, 40-летний мужчина выбежал во двор. Возмущаясь, он перепилил сразу две уличные скамьи. По всей видимости, на такой поступок Зареченца побудила шумная молодежь, которую проводят здесь вечера. Как нам стало известно, в полиции уже в курсе этого происшествия. По вызову выезжала следственная группа. В данный момент по факту порчи городского имущества уже проводится расследование. Зареченская делегация во главе с Василием Ланских на днях вернулась из украинского города Славутич. Там чиновники подписали меморандум о сотрудничестве между двумя атомными городами. Соглашение позволило достигнуть сразу несколько целей. Цель первая – объединить наше государство, Украину, Россию посредством взаимоотношений, усиления взаимоотношений между Зареченцем и Славутичем. Преследовали атомщики профессиональный интерес. Перед сотрудниками Белоярской и Чернобыльской станции стоит задача по выводу из эксплуатации действующего энергоблока. Еще одна цель визита – это восстановление родственных связей между жителями Заречного и Славутича. Как говорит глава Василий Ланских, эти связи были утеряны из-за установления границ между Россией и Украиной. Меморандум был подписан сразу на двух языках. Вариант на русском языке остался в Славутиче. Его украинский аналог привезли в Заречный. Помимо решения политических вопросов, зареченскую делегацию ждала экскурсия в Припять, на Чернобыльскую АЭС. Также атомщики встретились с ветеранами Славутича и побывали на праздновании Дня города. Ответный визит украинская делегация нанесет уже в следующем месяце, во время празднования карнавала. За правопорядком в Заречном будут следить видеокамеры. Часть из них уже стоит на улицах города. Еще несколько десятков установят позже. Система видеонаблюдения в будущем позволит не только предотвращать преступления, но и поможет полицейским в поиске виновных. О перспективах ее внедрения и сферах, где уже без камер не обходятся – репортаж Александра Кузнецова. Современные системы видеоконтроля прочно и надолго вошли в жизнь зареченцев. Камеры применяются повсеместно – от торговых центров и до малых предприятий, от городских улиц и до федеральных дорог. Тотальное видеонаблюдение служит безопасности и позволяет вывести на свет злоумышленников, которые привыкли оставаться в тени. За жизнью на бульваре Олещенкова специалисты единой диспетчерской службы наблюдают уже почти два месяца. Их глаза и уши – вот эти две камеры. Развернутые на 90 градусов, они обеспечивают детальный обзор каждого уголка бульвара. Если кто-то здесь начнет хулиганить или просто случится что-то неправомерное, всю информацию тут же получат соответствующие органы. Зачастую, говорят, в полиции камеры не только позволяют вовремя вмешаться в право нарушения, но и становятся преградой на пути преступника. Когда злоумышленник знает, что каждый его шаг видят и фиксируют, это отбивает всяческое желание нарушать закон. Всего в Заречном за правопорядком следят шесть камер. Помимо бульвара просматривается площадь, район автовокзала, Таховский бульвар и улица Кузнецова. Эти камеры помогают в раскрытии преступлений, как правило, правонарушений всевозможных. Но вообще, как бруди, чувствуют себя более защищенными, безопасными. То есть безопасность людей обеспечивается в большей степени. Если вот случилось какое-то у нас ЧП, то уже потом можно посмотреть видеоматериал, и уже будет ясно и видно, то есть как развивались события, кто виноват, кто прав. Эта система уже показала свою эффективность. Год назад при ограблении ювелирного магазина «Камея». Тогда запись с камеры видеонаблюдения стала одним из основных доказательств в суде. После этого громкого преступления многие зареченские предприниматели задумались об установке видеокамер. Салон красоты ИРЭН в глубине города сегодня охраняет сразу четыре камеры. Следят за периметром и посетителями. Чтобы как-то вот это проконтролировать, мы установили видеокамеры. Это очень удобно, потому что камера у нас действует в радиус салона ИРЭН. И мы видим, кто приходит, зачем приходят. И то есть вот такое как бы обслуживание очень удобно. А вот где камер не хватает, так это на дорогах. Василий Годунов за рулем уже шесть лет. Водитель не раз попадал в ситуацию, разобраться в которых без свидетелей было невозможно. Его шантажировали полицейские, пытались подставить другие водители. Спасал видеорегистратор. Но и его бывает недостаточно, говорит Василий. Единственное, что может облегчить жизнь водителям и сотрудникам ГИБДД, это камеры, считает автовладелец. «Разводов, конечно, меньше будет. Спорных ситуаций там. Тех же вот, там вроде и намигающий, зеленый, да, там проехал, тот вроде и намигающий, там оранжевый. И вот таких спорных ситуаций уже не будет, наверное. Либо камера списать, либо видеорегистратор». Поставить камеры на дорогах планируют в недалёком будущем. Кроме того, под наблюдение попадут детские сады и школы. Дополнительные охранные видеокомплексы появятся на бульварах и других злачных местах Заречного. Всё это – часть системы «Безопасный город». Реализовать её планируют уже в будущем году. «Установка камер видеонаблюдения, когда людей это будет несколько дисциплинировать, должно привести в конечном итоге к положительному результату. Поэтому я эту инициативу поддерживаю. Необходимо на 2013 год в бюджет эти средства предусматривать, закладывать. И тогда, конечно, этот проект реализовывать». Не исключено, что в дальнейшем видео с камер наблюдения будет доступно всем желающим. За городом можно будет наблюдать в режиме реального времени на официальном сайте Заречного. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Большой праздник устроили в прошедшие выходные организаторы велоклуба «Байкер» для всех любителей двухколесного транспорта. В городе состоялся шестой велофестиваль «Поехали». Изюминкой шоу стало чудо техники, сконструированное местными байкерами. «Начинаем делать два больших колеса. А рама уже рождалась просто спонтанно. Мы, когда начали варить раму, сварили сначала одну часть, другую, сварили вниз. Потом начали думать, как сделать верхнюю часть рамы. Идеи было много всяких. Мы пришли к той варианте, что сделаем просто большую раму, но величеловека посадим внутрь. И получилось все равно что-то особенное. Вот так вот и выросло». Идею для создания большого велосипеда, так назвали его конструкторы, почерпнули из истории. На одной из выставок почитатели двухколесного транспорта увидели велосипед Артамонова. Он и стал основой новой подделки клуба байкеров. Первую деталь, рассказывают конструкторы, они сделали в начале мая. Таким образом, над чудом техники создатели трудились месяц. Прошедшие выходные свое изобретение они отправили на улицы Заречного. Его презентация стала частью традиционного велофестиваля «Поехали», который уже в шестой раз организовал клуб «Байкер». Помимо этого, в программе показательные выступления триалистов и велоэкстремалов. А для простых любителей велосипедов организаторы устроили соревнования, провели навыки фигурного вождения. Также всем желающим дали прокатиться на велоэкзотике. В фестивале приняли участие более 200 спортсменов Заречного и других городов области. Через пару недель любители велосипедов вновь соберутся. Уже на Всероссийском велофестивале в городе Углич Ярославской области. В этом году, как мне показалось, очень отрадно, что очень много молодежи. Буквально маленькие, там 6-7 лет такие, детишки едут в таком восторге. Вот мне понравился. Наконец-то он становится действительно таким детским фестивалем. Если раньше мы только крутые велосипедисты собирались, ехали, а дети со стороны посматривали, а то сейчас очень много детей участвует. И даже вот показательно то, что вот, допустим, проводили мы фигурное вождение велосипеда, тоже в двух номинациях. Постельдам Дюсалей. Во Дворце культуры «Ровесник» на днях прошло цирковое представление студии «Арена». Более часа зареченские циркачи исполняли для зрителей гимнастические трюки. Почему триумф не обходится без мелких неудач, смотрите в нашем следующем сюжете. На выступлении гимнастки Татьяны Галимовой зрители всегда смотрят с опасением. Кажется, сейчас сорвется, упадет. Но девушку с улыбкой продолжает номер. Когда он закончится, побежит переодеваться. За кулисами ее ждет напарница. Следующий номер они исполнят вместе. Такие маневры исполнять особенно сложно, говорит Татьяна. Важно попасть в такт и не сбиться. Над этим приходится долго работать. У меня в основном не получается акробатика. Мы прыгаем, у нас такая есть дорожка, и там не совсем все хорошо. А вот воздух, все такое у меня получается. Еще год назад этот номер близнецов Григория и Виталия Рушенцевых не удавался. Ребята теряли равновесие, роняли снаряды. Сегодня все получилось. Даже самый сложный номер, прыжок со скакалкой, братья Рушенцевы исполнили без запинки. Мальчики признаются, на успех повлияли усиленные тренировки. Стоять на катушках, там равновесие держать тяжело. Когда вот ко мне девочка поднимается, там тоже очень тяжело. Там равновесие теряешь. К отчетному концерту дети готовятся целый год. За месяц до выступления тренируются на сцене. Постановочные номера режиссеры студии «Арены» продумывают до мелочей. Оттачивают трюки, учат держаться на сцене. А в день циркового представления за каждый номер переживают вместе со своими воспитанниками. Я не могу сказать, за что я больше всего переживала. Я думаю, что каждый номер по-своему сложный жанр. И дети, они как бы понимаем, что дети, они дети. И за них мы все равно будем переживать. Устранить ошибки, подточить свое мастерство у циркачей «Арены» еще будет время. До конца месяца. Потом с этими номерами они поедут на международный конкурс «Страна чудес», который состоится в Красноярске. Алина Муленова, Антон Коряков, Иван Козырев. Деталь дня. Стадион имени Невского на днях стал эпицентром детского внимания. Местные волонтеры устроили настоящий праздник для зареченских малышей. Весь день их развлекали сказочные персонажи. Проводили конкурсы, дарили вкусные призы. А вечером детей ожидало веселое представление. Детали в сюжете. Море волнуется два! Море волнуется три! Стадион имени Невского заполнен детскими голосами и смехом. Развлечения здесь на каждом шагу. Веселые игры, конкурсы, песни. Несмотря на пасмурную погоду, дети с удовольствием рисуют на асфальте и прыгают по лужам. Фавориты детского праздника – мыльные пузыри и батут. Сегодня они собрали больше всего поклонников. Мне понравилось играть с мыльными пузырями. И еще я играю в бомбинтон хорошо. Мне две вещи – прыгать на батуте и тут играть. Кидал мячик и мыльные пузыри делал большие. На этом празднике Зареченка Марина – частый гость. Каждый год в начале лета она приводит сюда своих детей. В игрех и конкурсах принимают участие все вместе. Сегодня будут играть футбол и смотреть праздничное представление. Такая насыщенная развлекательная программа, говорит Марина, в Заречном встречается редко. Сейчас детей куда ни выведи гулять, везде все платно. А тут такой праздник. Дети отдыхают, веселятся. Родители тоже отдыхают и веселятся. И еще громче, чтобы она точно услышала. Праздничную акцию на стадионе имени Невского организовали участники местного дворового клуба. Таких добровольцев здесь набралось около 15 человек. Среди них и школьники, и студенты, и даже взрослые. У каждого свои обязанности. Кто-то отвечает за музыку и видео, кто-то развлекает детей. Но всех их объединяет одна цель. Мы работаем, собственно, за идеей. И как сказал святой Агустин, что зло – это недостаток добра. Так вот мы в своей акции хотим приблизиться к этому добру, и чтобы его стало хоть чуточку больше. Приблизиться к добру волонтеры планируют и в следующем году. А пока зареченские детишки могут приходить на стадион каждую неделю, пообщаться со сверстниками, поиграть в футбол и посмотреть мультфильмы. Алина Мулоянова, Антон Куряков, Иван Козырев. Детали дня. Какая погода ждет нас в ближайшие два дня, узнаете прямо сейчас. Информация предоставлена в портал «Ангисметео». В среду в Заречном ожидается ясная погода. Возможен критковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 8, днем значительно потеплеет до 16 градусов выше нуля. В четверг дождя не ожидается, весь день будет светить солнце. Температура ночью плюс 9, днем до плюс 19. Ветер серо-западный, атмосферное давление 740 мм в ртутного столба. А на этом у меня все детали. Увидимся с вами в пятницу в 19.30 на канале Заречный ТВ. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин